С 10 по 14 января С 14 сентября 2022 года в Иркутском областном художественном музее имени Владимира Платоныча Сукачева проходят Дни Эрмитажа. Центральным событием программы стала выставка «Союз земли и воды. Тема раковины в произведениях прикладного искусства от XVI до XXI веков и собрания Государственного Эрмитажа». Экспозиция включает более 30 редких произведений. Посетители могут увидеть, какие чудесные метаморфозы претерпевала раковина в произведениях искусства. В церемонии открытия приняли участие председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев, министр культуры Иркутской области Олеся Полунина, директор филиала «Газпром Инвест Иркутск» Павел Шкитин и также заместитель мэра города Иркутска Татьяна Эдельман. С видеоприветствием к собравшимся обратился Михаил Борисович Петровский, директор Государственного Эрмитажа. Очень рады, что наш этот эрмитажный такой дебют, триумф будет происходить в дни, когда вы праздните круглую дату для Иркутска, когда у вас будет много разных праздников замечательных, мы дарим вам на несколько дней эрмитаж, несколько дней эрмитаж приезжает к вам, я думаю, что вы сумеете, у вас найдется время прочувствовать все то, что мы вам везем. Большое спасибо за внимание к моим коллегам и еще до новых и новых встреч. Раковина Раковина – одно из древнейших, красивейших созданий природы. Совершенство раковины не могло оставаться незамеченными мастерами самых разных видов искусств. Моллюсков изображали на рельефах и в картинах, их использовали в качестве материала, имитировали в камне, металле, фарфоре, воссоздавали союз двух стихий – земли и воды. Из образа раковины выросло два великих художественных стиля – барокко и рококо. Большинство работ – не только художественные предметы, но и объекты исторической ценности. Самый ранний экспонат – французский кубок из раковины улитки Кассис, датирован XVI веком. Он создан в эпоху великих географических открытий, когда в Европе появились диковины Южных морей. Самые поздние экспонаты созданы петербургскими ювелирами-камнерезами в XXI веке. Куратор выставки Светлана Кокарева – заместитель заведующей отделом Государственного Эрмитажа. Поскольку тема земли и воды стоит в самом начале, то это действительно отражение идеи выставки, поскольку ее создатели старались показать то, как тема раковин была отражена в самых разных отраслях и видах декоративно-прикладного искусства, не только западноевропейского, но и русского прикладного искусства. Программа стала возможной благодаря соглашению о сотрудничестве между Иркутской областью и Государственным Эрмитажем, которое подписали в июне 2022 года директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Петровский и губернатор Иркутской области Игорь Иванович Кобзев. Такого рода проекты и сотрудничество с Эрмитажем, конечно, оно может проходить именно в рамках соглашения. Почему соглашение? Потому что это не просто одинразовая выставка, то есть это как раз намерение о сотрудничестве. И, конечно, я хочу сказать слова благодарности нашему губернатору Игорю Ивановичу, потому что он поддержал, и именно благодаря его поддержке этот проект состоялся. Эта выставка в контексте праздничных событий юбилейных для Иркутской области, это на самом деле в художественной жизни региона очень значимое явление. Профессиональная программа Дней Эрмитажа представлена серией мастер-классов «Реставрация темперной и масляной живописи». Своим опытом со специалистами Иркутского художественного музея и других музеев Сибири поделятся сотрудники лаборатории научной реставрации темперной живописи Эрмитажа. Для посетителей Иркутского художественного музея проводится эрмитажная лектория, в котором сотрудники научно-просветительного отдела подсчитают лекции о сокровищах прикладного искусства и архитектуре зданий Эрмитажа. Итак, Зимний дворец был заложен в эпоху барокко. Заказчица его выступила Елизавета Петровна, дочь Петра I. И основное строительство состоялось в 1754-1762 году. Это были такие вот годы 18 века, когда образцами стиля выступали французы. В музее открыт кинотеатр виртуальной реальности «Виар Эрмитаж», где демонстрируется фильм в формате 360 градусов «Эрмитаж. Погружение в историю». В главной роли артист Константин Хабенский. У зрителей есть возможность виртуально прогуляться по галерее истории древней живописи и залу Юпитера. Дни Эрмитажа в Иркутске приурочены к 85-летию Иркутской области. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...